Музыка Послушайте шепот моря Оно спокойное Ой, как только я Ставлюсь рядом Оно приближается Какой камушек красивый Зеленый Многие камни можно Спутать с драгоценными И полудрагоценными Красота Лигурия, моя Лигурия Ну вот, решила себя показать Солнце в глаза, поэтому спряталась за скалу Чтобы не было видно Вот скалы действительно черные Посмотрите Какая-то там живность лазит Это насекомые Красота Море Теплое Мы даже не ожидали Когда еще В июле мы были В Миланамаритима Мы присматривали местечко себе Когда Более-менее мало людей Ну вот конец августа Начало сентября Когда у половины итальянцев Уже заканчивается отпуск Отели полупустые Пляжи тоже Не так и много людей Потом я засниму там, где платный пляж Частный, приватный Вот И определялись Вначале забронировали на 2 сентября Посмотрели У мужа не получается Потом перебронировали на 8 сентября Опять посмотрели Погода там должна быть Не очень благоприятная Возможный дождь В итоге Перебронировали На конец августа И не жалеем Красота неописуемая Лигурия Это место, куда я приехала Много лет назад Впервые в Италию Взяла Экономичный отель Ну я не скажу, что Он слишком экономичный В городе Варакце Это 40 километров от Генуи Дженуа Вот так Море какое Бушует Ух ты Смотрю, чтобы мои тапочки не уплыли Я то потом не поймаю Отель, конечно, был не очень хороший Старенький В этом году Муж смотрел По-моему, они даже закрылись Обонтротились Но кухня там была Очень изумительная Поскольку Отелем владела семья Наполовину Они Из латиноамериканских стран То есть Мешаная семья Итальянцы С латиноамериканцами Поэтому там пересекалась И итальянская кухня И частично Они добавляли Какие-то Нюансы Какие-то рецептики Из своей Кухни Вот Ну что Пойду Позагораю Поснимаю Немножко Пока Отключаюсь Я очень довольна Очень чистое море По сравнению С Миланой Маритимой Красота Природа Есть природа Для медитации Разумительное место И вода И горы И солнце И воздух Все четыре стихии Ну отключаюсь пока До следующего Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, сделала я заплыв камням вдоль скал. Не удалось мне на них влезть, потому что они скользкие, поскольку я здесь впервые, и для меня это непроверенное место, поэтому я не рискнула. Зато сделала заплыв 100 метровки к горизонту. Море настолько чистое, что, возможно, глубина 5-6 метров до сих пор еще видна. Это не море, это блаженство. Ну еще муж мой не смог управлять камерой, приблизить то место, где я была. Посмотрю, что он там наснимал. Если что-то там неудачное, конечно, я это вырежу. Вставлю только тот момент, если там что-то получилось. Ну вот, а теперь загораем и наслаждаемся морским воздухом. Пополоскала зубы, рот. После морской воды, кстати, дней 5 будут зубы отбеленные держаться, пока вы не начнете снова чистить зубной пастой с обычной водой из-под крана. Вот так. Небольшой советик. До следующего сюжета, друзья. Посмотрите, какое оно красивое. Соленое. Соленое. Я бы сказала, что это море по красоте напоминает, когда летишь на самолете в Египет и Красное море. Тоже изумительной красоты. Голубизна небесная. Прямо нет слов, нечего сказать. Вот она успокоилась. Да. Скажи что-нибудь. Водная стихия. Дай знак о хороших новостях. Опа. Класс. Спасибо. Камни серые, но когда они наполняются водой, они прям черные. Вот. Красота. Кстати, мы приехали в отель, еще не закончился завтрак. И очень много русской речи. Значит, здесь тоже бывают русские туристы. Потому что в отеле, где я отдыхала в Араце, из русских туристов была я единственная. Скорее всего, о том отеле никто не знал, никто туда не ехал. Никто не пробовал. Тихий отель семейного типа. Вилла Кадис, по-моему, называлась. Сейчас уже не вспомню. Столько лет прошло. Вот. Вот. Вот какие горы тут. Есть какие-то просвиды зеленого-серого. О-о-о-о. Даже скажу, болотного цвета. Издалека кажутся как черные, но они темно-темно-болотного цвета. Отключаюсь пока до следующего сюжета, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну вот совсем рядышком с нами. Я уже не стала подходить, потому что лестница наверх немножко подальше, чем этот пляж платный. Вот видите. Кафе небольшие там, пиццерии, бары, платные зонтики с местами. лежаками. И человек, который контролирует, кто упавляется в море. Вот такие тут платные пляжи. Но мы идем в отель. Должна уже быть готова наша камера, опять хотела сказать, по-итальянски. Наш номер. На следующий сюжет, друзья. Так, ну вот мы в отеле. Второй этаж. Это лифт. Наш номер. 115. Как всегда нам везет. Так. Ванна с туалетом. Душ. Ну, я хочу сказать, очень маленькая ванна. Вот. Сейчас. Свет включу. Ну, все основное как бы есть фен, полотенце, душ, биде, унитаз, туалетная бумага, шампунь, мыло, стаканчики. Так. 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 Ох. Вентилятор. И вентилятор. И кондиционер есть. Ну, хоть и это радует. Кровать. Так, шкафчики. Так. Подушки запасные. Так. Зеркало большое. Телевизор. Вот. Холодильник есть. Уже радует. Ну, а самая главная терраса. Красота. Можно загорать и здесь. Вот тут такие лежаки. Красота какая. утром проснулся. Сделал зарядочку. И к морю. Парковка тут видна у нас. обалденные деревья. Соседей вроде нет. Либо... Нет, есть с другой стороны. Так. Вон там тоже парковка. Гора. Спутниковое телевидение. Ну, в принципе, сколько тут звезд, я не помню. По-моему, тоже три звезды. Неплохо. Редактор субтитров. Редактор субтитров. Корректор субтитров. Неплохо. Корректор субтитров. Продолжение следует...